У нас с вами тема поездки к классам по Германии, разве это не классно? Именно сегодня мы будем говорить о немецких городах. Also die Arbeit beginnt los. Deutschlandse Sehnswürdigkeiten – основные такие яркие достопримечательности Германии. Das Brandenburger Tor – Бранденбургские ворота. В Берлине, напомню, находится der Kölner Dom – Кёльнский собор. Der Schwarzwald – Чёрный лес. Die Berliner Mauer – Берлинская стена. Die Zugspitze – самая высокая точка в Германии. Это её название – Die Zugspitze. Rügen – остров в Балтийском море. Der Reichstag – здание парламента Берлина. Der Königssee – озеро на юго-востоке Баварии. Das Schloss Neuschwanstein – замок баварского короля Людега II. Die Museumsinsel – остров-музей. Давайте вместе прочитаем все названия по-немецки. 3, 4 Deutschlands Sehenswürdigkeiten. Das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, der Schwarzwald, die Berliner Mauer, die Zugspitze, Rügen, Der Reichstag, der Königssee, das Schloss Neuschwanstein, die Museumsinsel. Хочу напомнить, что в любое время видеоурок можно поставить на паузу для того, чтобы остановиться, повторить и так далее. И ещё хочу сказать, что те города, с которыми мы сегодня познакомимся, увидим, они вам, эти названия и, может быть, даже достопримечательности, пригодятся в выполнении домашнего задания. Поэтому будьте внимательны, если есть необходимость, ставьте на паузу, повторяйте, запоминайте и так далее. Берлин. Берлин ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Итак, Берлин – столица Федеративной Республики Германия. Hamburg. Hamburg. Spricht mir nach oder macht nicht Hamburg. Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Nürnberg. 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 Speicherstadt. Speicherstadt. Dresden. Dresden. Leipzig. Leipzig. Kochen. Kochen. Magdeburg. Magdeburg. Stuttgart. 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 Seize. Seite eins und achzig. Seite eins und achzig. Stranitza 81. Поставьте на паузу, чтобы открыть. Я думаю, что все уже открыли. Посмотрим сначала на упражнение номер два внизу. Здесь в листочках даются некоторые города Германии. Давайте прочитаем их вместе. Переведите, пожалуйста, листочек на страницу 82. Здесь вы видите die Landkarte Deutschlands. Карта Германии. Мы с вами уже говорили на прошлых уроках, что Германия поделена на 16 федеральных земель. В каждой федеральной земле есть своя столица, город-столица, то есть главный город этой федеральной земли. И мы здесь можем найти многие те города, которые видели в видеоуроке, и также те, которые прочитали на прошлой странице. Я прошу обратить внимание на эту страницу. Она пригодится нам далее в выполнении задания. И вернитесь, пожалуйста, на 81-ю страницу. Теперь посмотрите на упражнение номер один. Здесь спрятаны слова. Слова непростые. Здесь спрятаны города Германии. Нам нужно их выискать. Подскажу, их всего девять, но два уже записаны. Для того, чтобы найти города, как я вам советую работать? Алгоритм действий ваших. Значит, сначала смотрим строчками, то есть горизонтально, каждую строку и находим, какие, возможно, города здесь спрятаны. Повторюсь, здесь будут города со страницы 81, которая внизу, но не все. И также будут города, они все есть в нашем видеоуроке. Поэтому, может быть, стоит еще раз просмотреть, останавливаться и искать, есть ли здесь тоже такие города. Как вы будете оформлять? Находите слово, например, написано Бремен. В скобочках надо написать реку, на которой лежит этот город. Значит, переворачиваем листочек на 82-ю страницу, где расположена географическая карта Германии, и ищем город Бремен. Город Бремен, смотрим, на севере Германии. Нашли? Тот, кто внимательный, может прочитать. Таким с наклоном шрифтом написано название реки. Смотрим, где это название, и видим, что это река Вейзар. В скобочках пишем Вейзар. Итак, оформляем свою работу так. Записываем сначала число. Heute ist der 6-te Mai. Сегодня 6-е Mai. Hausaufgabe. Домашнее задание. Дальше пишем. Seite eins und achzig. Страница 81. Übung eins. Упражнение 1. И в своей тетради по немецкому языку записываем так, как я вам дала в образце. Бремен, в скобочках река, Вейзар. Еще раз скажу, что здесь всего 9 городов спрятано. 2 уже написано. Бремен и Франкфурт. Франкфурт также записываете. Смотрите, где находится по карте, на какой реке. Ага, на Майне. Значит, в скобочках пишите Майен. Все это вы прописываете по немецкому языку. Итак, 9 городов и в скобочках реки, на которых они лежат. Выполненную работу переписать города, которые вы нашли, и указав реки, на которых они лежат, следует отправить своему учителю 6-7 мая на электронную почту, которая здесь указана, или через социальные сети на номер телефона учителя. Die Stunde ist zu Ende. Урок окончен. Данке фюр ди Арбайт. Спасибе за работу. Auf Wiedersehen.